Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас спортивный выпуск. Говорим о спорте. Не только о спорте, говорим об Олимпийском резерве. Именно так называется спортивная школа Олимпийского резерва в городском округе Люберцы. Ну, а к нам пришли сегодня очень интересные и спортсмены. Один спортсмен, а другой и спортсмен, и тренер. Это довольно-таки редкий, на мой взгляд, вид спорта, но он очень увлекательный. И что-то в нем есть такое даже российское, национальное, потому что нас очень любят что-нибудь дометнуть. А вот что метают наши гости, мы сейчас с вами узнаем. Представляю вам, ну, начнем со спортсмена, хоть он и помоложе, это Дмитрий Рощин, кандидат в мастера спорта, 16 лет, легкоатлет, занимается, как вид, это толкание ядра или метание ядра, это уже нам сейчас сегодня уточнят наши коллеги. Ну и, конечно же, как это у нас принято, сюда в студию спортсмены приходят со своим тренером. Это Василий Александрович Рвачев, тренер высшей категории, мастер спорта. Мы рады вас приветствовать в студии. И сразу же такой вопрос к Дмитрию, если позволите, Дмитрий. Ну, я понимаю, ну, футбол, ну, хорошо, ну, про хоккей не говорим. Там, это амуниция дорогая и так далее. Ну, не знаю, там, плавание. Ну, в конце бокс. Да, масса всевозможных видов. Ну, волейбол уж тогда совсем. А откуда вдруг взялось ядро-то? Ну, толканием ядра я начал заниматься, меня увидел, заметил мой тренер. Тогда я приходил на соревнования по лёгкой атлетике, ну, от своей школы. Я там бегал. А, ну, там разные были, да? Да, ну, просто бегал. Должен был участвовать там в эстафете даже. И меня позвал тренер заниматься толканием ядра. Я сначала очень долго думал, целый месяц. Зачем мне это, да? Целый месяц думал. Читал по толканию ядра. И потом всё-таки решил попробовать. А чем он мотивировал? Мы сейчас у него спросим, конечно. Он что-то вас заметил? Ну, заметил, сказал, что я хорош, ну, что у меня по движению, ну, по движению хорошо, что я бегаю для своей, ну, комплекции. Я тогда был не очень спортивный. И, в общем-то, то, что у меня бросковые качества хорошие. Ну, и взрывные качества. То, что очень хорошо протолкание ядра, да. Ну, давайте мы сейчас подключим к разговору Василия Александровича. А как вы это увидели? Руки как-то по-другому у человека? Ну, как я это увидел? На фоне своих сверстников он был выше, там, наверное, на голову, мощнее. Такой костяк, длинные руки, такая терпрометрия, ну, явно метательская. И, да, и двигался, и эластичный. Так, в общем-то, подошел, спросил, не хочешь попробовать там. В общем, да, долго, где-то около месяца ждал. Вы, наверное, уже думали, что уже... Да, 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 потому что мы на этих соревнованиях, которые проходят, вот это были школьные соревнования среди общеобразовательных школ, а мы на нашем стадионе, ну, проводим судейство, ну, обеспечиваем судейство. А, вы видите, ребят, да. Да, смотрим, это в этом плане тоже очень хорошо. А, твой, твой, а этот тебе... Конечно, кто-то там в беге отличится, может, а, ну, вот... Как кастинг, спортивный кастинг. Да, да, а Дмитрий, вот он, да, в том-то деле, при своей себе комплекции, в общем-то, бежал. А это тоже, ну, показатель, как бы, в общем-то... Я должен сказать, что я тоже был всегда... Вот, чтобы всегда была ледяна, как с ростом, ну, я, во-первых, всегда был первый, у меня рост был всегда. Я в четвертом классе как вырос, так и стал везде первым. И знамена, и все на свете носил. Потом всегда ты везде заметен, на тебе любой учитель физкультуры хочет отыграться. Но при этом, конечно, в таком возрасте и с таким телом, а когда ты неподготовлен, очень тяжело им владеть. А тут, я так понимаю, уже другая история. Как вы сделали свое тело, Дмитрий, теперь? Оно же вроде как вы такой же крупной остались, да? А теперь ваши, как там, врачи говорят, что просто так худеть нельзя, что есть мясо и есть жир, да? Вот надо регулировать, чтобы мясо было столько, сколько нужно, и столько жира, сколько нужно. Как тренировки начали проходить? Как вы это все пережили? Ну, тренировки проходили, ну, в начале в младшей группе нормально, там... Гоняли у вас, поди? Ну, да. Так. Там сначала, ну, там в основном были беговые упражнения, прыжковые. А потом я начал приходить, ну, по субботам дополнительно еще вот броски выполнять, с мячиком там 3 килограмма, потом на ядро пришли тоже, на 3, потом... Ядро, кстати, сколько, они же, наверное, разные или какой-то один вес? Да, до... сейчас правила изменили, до, получается, до 12... Ну, до 16-ти это четверку толкают, после 16... Четверка это что? 4 килограмма. 4 килограмма. 4 килограмма. После 16-ти до 18-ти толкают 5 килограмм, после 18-ти до 26-ти, и после 20-ти уже 7-60-ти это олимпийская еда. Ну, вот представьте себе, да, даже 5 килограмм, если взять, представьте себе килограмм апельсин, а потом представьте себе 5 килограммов апельсинов, да, и это все в одном... Мы сейчас о ядре поговорим. Василий Александрович, вы же все-таки, наверное, довольны были, что человек откликнулся все-таки? Поверил вам? Он же поверил вам прежде всего? Да, он пришел с папой, даже в какой-то день, когда они приходили, меня не было на тренировке, мне даже передали, что вас искал мальчик по метаниям, я, как бы сказать, уже стал догадываться, кто это был. И вот когда увидел Дмитрия с папой, в общем, да, мне это понравилось, потому что, как бы сказать, не зря говорят, что в нашу задачу тренеров, и, как бы сказать, входит такой подбор спортсменов. Да, 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 и, в общем, как потихонечку начали заниматься, тренироваться, вот в нашей группе, правильно говорит, много таких, ну, первый этап, это, как сказать, чаще всего мы проходим через многоборье, многоборную подготовку. Это бег, прыжки, метание, и очень много игровой форме проходит тренировок для общего развития. Ну, говорят же, что легкая атлетика царит со всех, со всего там начинается. Да, надо развить качество, развивать потихонечку качество. Потом уже, конечно, больше специализация, где-то через год, может, чуть побольше уже и штангой стали заниматься, легкой такой, больше в таком, как бы, вариантике тоже двигательном, координационном, там, перехватике, ну, специальные разные упражнения. И Дмитрий себя очень хорошо в этом проявил, как бы сказать, и координационно. То есть, молодец, он, в общем-то, парнишка такой, и раньше и занимался, и пытался заниматься разными видами спорта. Ну, как говорят, такой умный спортсмен. Все вот думают, ну, что там в спорте, беги себе, беги, метай, метай, бросай, бросай. А очень важно, когда спортсмен умный, то есть, он понимает, чувствует... Кстати, Дмитрий, вот мы вас тут так хвалим, а хвалим мы, потому что чуть позже мы расскажем, где вы участвовали, что уже удалось добиться и какие еще планы. Я же так понимаю, что все-таки это же тяжело себя заставлять-то с собой договариваться. Ну, я не поверю, что вы с такой радостью там прям каждую тренировку бегаете, наверное, да. Как ваше тело? Вы сейчас полностью его ощущаете? Потому что многие люди, прожив всю жизнь, даже не знают свое тело. Не, ну я хорошо приношу тренировки. Мне очень нравится процесс, особенно само толкание. Ну, и штангу нравится. По толканиям еще... А, штангу. Штангу, штангу нравится. А, ну это же модно сейчас, да, так красиво для соцсетей хорошо пойдет. Да. А сколько вы поднимаете, как там правильно называется, рывком или как штангу? Ну, рывок у меня небольшой вес. Я там рабочий там 60 просто делаю. Ну, там 5 подходов по 5 раз. Жму, жим у меня 150 и килограмм. Присед 160, ну и полуприсед 210. Ну и все. Какие-то такие цифры уже, я уж боюсь тут. Это серьезно. Ну, можно добавить, что помимо штанги, в общем, Дмитрий бежит там 30 метров. Вот на последнем трестировании. 4,34,4,5. 4,4, ну, 4,4, да, такой. И прыгает с места 2,50. А какой у вас вес, если не заинтересно? Вес сейчас 120. А сколько должно быть для спортсмена? Знаете, честно вам скажу, такого критерия нету конкретно веса. Ну, просто у него такие физические... Средний, ну, на Олимпиаде, который выступает толкатель, у них средний, ну, 130-132. А, то есть вы еще худенький. Да, да. Я почему этот вопрос адресовал? Потому что, опять же, 120 килограммов, в понимании, ну, обыденного человека, это что-то уже такое сверхъестественное. Но это правильных 120 килограммов, понимаете? Это правильно рассчитанный вес. У меня тоже когда-то было 120, я периодически оттуда пытаюсь отойти, но все равно подхожу уже, ну, по возрасту. А у вас все в спорт идет. И эти 120 килограммов помогают, мы переходим уже к главному виду спорта, толкать это самое ядро. Вот скажите, пожалуйста, Василий Александрович, а что самое главное в толкании ядра? Это плечо, рука, чего? Какие главные там? Ну, знаете, это, в общем-то, совокупность данных. Это физическая сила, скорость, техническая подготовка, как бы сказать, последовательность выполнения движения. Потому что ядро, ошибочное очень сильное мнение, что ядро толкают рукой. Как бы сказать... Оно просто в руке находит. Оно находится, да. Есть, как бы сказать, система спортсмен-снаряд. То есть мы должны разогнать помимо своего ядра, который там весит, допустим, Дмитрий сейчас на данный момент 5 килограмм, и его 120 килограмм, чтобы и максимальная точка для хороших результатов вылета, должна быть высокая точка вылета, и скорость в точке вылета, ну, что-то около 13 метров в секунду. Это по всем. 13 метров в секунду. Да, это для достижения, ну, наивысших спортивных достижений, как бы сказать. Хорошо. А насколько на сегодняшний день самый рекорд какой существует? А это вы лучше у Дмитрия спросите. Дмитрий, да, скажите. Вы же сидите за конкурентами. Да. Рекорд России? Ну, давайте с России начнем. Ну, рекорд России, вот, был недавно установлен, у нас новый рекорд России, ну, именно в юношеском, да, в 5-килограммовом ядре. Это было 20-34, а стало 20-39. 20-34 – это что? Ну, результат 20 метров, 34 сантиметра. 20 метров, 34, а стало 20-39. 20-39, да. То есть на 20 метров метнули, я вот смотрю сейчас в нашу студию, пытаюсь понять, докуда можно добросить. Это же, еще раз говорю, это же не что-то там левенькое, не, валанчик здесь не подойдет, а там, не знаю, теннисный, да, может… Там есть диаметры стандартные, от 100 до 120 гидро диаметром, вот пятерки. Пятерки. Да, семерки, они там и больше. Средние 125 в семерке. Кого, какая кисть, ну, то есть есть такие моменты. А зарубежный, мировой рекорд какой-то? Ну, мировой в пятерке 24-45, а в семерке 23-37. В прошлом году. 24-37, это уже серьезно, да. Да, ну, все равно есть над чем работать. Вот я всегда, когда смотрю любую олимпиаду, тем более вот с легкотлетами связано, когда там прыгают, так прыгают, так бегают и так далее, думаешь, ну, сколько лет уже существует олимпийское движение, и все равно все время мировой рекорд, личный рекорд, рекорд, там, сезоны и так далее, рекорд страны и так далее. То есть есть над чем работать. Ну, что вы? Еще такой вопрос. На сегодняшний день, Дмитрий, куда вы-то, так хочется сказать, пульнули этот, ну, уж извините за такой, это уже сейчас ответственное, но мы-то зрители, болельщики. Куда вам удалось забросить этот самый предмет? Ну, личный результат 16-71. Не самый большой, но в пятерку в России. То есть 16 лет, и на 16, почти на 17 бросил. Хорошо. В пятерку? На пятерку, да. Да. А какое последнее было соревнование, когда вы принимали участие? Последние были вот недавно, буквально на прошлой неделе. Ну, за вчера они были. Ну, это еще, да, последние, там, эстафеты бегали. Было один, ну, одиннадцатая летняя, финал одиннадцатый летний спортсмен, я до учащихся был. Так. Вот. Я там толком 16-18, проиграл чуть-чуть, два сантимента третьего места, третье место 16-20. Это всегда так обидно? Да. На четвертом? Я, да, на четвертом. Ну, два сантимента мне было, что-то могли бы дать как два третьих. Нет. Это так не работает. Давайте, сейчас мы сделаем перерыв, потому что я вижу, как тренер очень переживает по этому поводу. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Мы говорим сегодня о редком виде спорта, о толкании ядра. Это очень интересно. И, как известно, Люберцы – это территория спорта. И даже такой вид у нас представлен здесь. Так что дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях Дмитрий Рощин, кандидат мастера спорта. Ему 16 лет. Толкает он ядро. Является он легкоатлетом. Это вид легкой атлетики. И пришли они, представители спортивной школы Олимпийского резерва, городского круга Люберцы, вместе с тренером высшей категории, мастером спорта Василием Александровичем Рвачевым. Василий Александрович, ну вот не знаю, когда ты видишь эти два сантиметра, какие ощущения это? Кажется, что сейчас сам пойду и брошу два ядра сразу же. Ну так и есть, так и есть на самом деле. Ну 20, как они считают-то? Ну кто там видит эти два сантиметра? Понимаете, как бы сказать, всему есть счет, всему есть и время, и, как бы сказать, кто-то выиграл 20 сантиметров. Время разбрасывать ядра, а время их собирать. Просто если Дмитрий в этом случае проиграл, то его соперник выиграл эти два сантиметра. Так что все объективно, каждый получил по заслугам. Теперь он нам должен 4 сантиметра, правильно? Два вам и два мне. Не, хотелось бы 4 метра. Хорошо. Как раз до рекорда России. Ну вот, казалось бы, да, Дмитрий, 4 метра, просто мы в первой части говорили, да, о рекордах 20, там, 89, это российский, 24... 45, это мировой. Да, это пятерка мировой. То есть от 4 до 8 метров нужно еще немножко, вот чтобы добросить. У меня такой вопрос. Вы сказали, что это не рука, то есть это не рука. А чем вы тогда метаете? Ну, надо вот импульс от ног, чтобы попал в руку. То есть в основном ногами надо, чтобы вот взрывную силу передать в руку, и потом вот рука просто как эта. То есть, ну, кистью дорабатываешь и все. Ну, прям как вот говорят, что точка опор, дайте мне точку опору, я переверну весь мир, да, что и планетку можно перевернуть. Так и вам. То есть вы от ног как бы даете импульс всему телу. Иногда и тело почти летит за... Там же тоже, по-моему, нельзя, то есть надо еще так метнуть, чтобы не улететь за... Вот там сегмент есть. Да-да-да, все так, это я знаю, что в легкой атлетике это любят. У нас же как, можно прыгнуть, заступ и все, и катастрофа сразу. Скажите, много конкурентов сегодня? Вот ребят, которые, ну, даже на последних соревнованиях? Ну, конкурентов, ну, человек 4, наверное, которые хорошо толкают. Ну, или вы периодически встречаетесь, я так понимаю. Да, ну, на всех соревнованиях. Ну, там на... То есть вы уже знакомы, все. На ЦФО, на Центральном федеральном округе, на России. На области. На области, да. Там вот в Брянске хорошие спортсмены, в Телябинске, в Москве у нас тоже хорошие есть. Вот, в основном, мы вот все в Москве. То есть вы вот так друг с другом и пытаетесь друг друга перекидать? Да. В общем, подбирается компания хорошая. Спортсмены, спортсменов много, развивают в разных направлениях. Клин, по области Московской, могу сказать, Клин, Воскресенск, Коломна. Воскресенск, Коломна наши соседи, они постоянно к нам приезжают на соревнования. Мы проводим соревнования в нашем Манеже, спортшколе, зимние соревнования. Там область во всех возрастах, чемпионат Московской области тоже проводится. Наши муниципальные соревнования проводятся. Со всей Московской области приезжают, ну, можно сказать, в общем-то, сильнейшие спортсмены. Я так понимаю, что вы, как опытный человек, то многие тоже ваши коллеги, с которыми вы тоже когда-то соревновались, да, то есть на разных этапах вашей жизни, да, или есть такое? Есть, есть, как бы сказать, в Москве особенно люди, с которыми, как бы сказать, у нас плотно сводила жизнь, соревнования, не только жизнь, соревнования, жизнь. Потому что тренер и остается спортсменом, только он уже в другой ипостасии. Ипостасии, нет, безусловно. Мы также конкурируем, мы также стараемся своих учеников сделать лучшими, также, как бы сказать, посмотреть у кого, какие новинки, кто что использует, обмен опытом. И еще у тренера, знаете, какая замечательная есть еще миссия, когда тренер, будучи спортсменом, да, предположим, вот что-то ему удалось, что-то не удалось, у него появляется еще несколько шансов потом доработать это в своих учениках. Да, организовать, что сам не организовал. Это преимущественность поколения, она в этом и заключается, что, как бы сказать, даже мой тренер говорил, что, как бы сказать, если ученик превзошел тренера в результате, значит, тренер уже, как бы сказать, сделал шаг вперед для достижения. Состоялся, конечно, безусловно, безусловно. Дмитрий, у меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а ваши друзья, которые у вас есть, как они относятся к вашему виду спорта? Приходят, болеют, кричат что-нибудь там? Ну, как называю, ну, в основном просто соревнования проходят в разных городах, у них у всех есть возможность приехать. Но можно видео снять, прислать, например. Не, ну, видео, да, я показываю, они хорошо относятся, родители тоже, папа особенно, ну, болеют тоже, там, когда есть какие-то трансляции, там онлайн-протокол тоже постоянно смотрят, следят. Вот у нас Россию показывали, смотрели все, у меня все родственники, тоже друзья смотрели. А сейчас были, да, а сейчас были, ну, не снимали, были только онлайн-протоколы. Тоже папа следил прям вот в онлайне, как записывают результаты. Тоже сначала я третьим шел, пять попыток, мне в последний только обыграли, в шестой, пять попыток, я третий шел. Да. И уже, наверное, так попахивало бронзой. Да, расслабился, наверное. Хорошо, какие сейчас будут соревнования ближайшие? Ну, ближайшие, ну, сейчас пока, в основном, в основном, в основные, основные кончились? Ну, а так осенью. А вы же, а зима, вы можете где-то или только готовитесь зимой? Почему? Зимой Россия проходит так, что помещение. В зале, да? Цифров, помещение Московской области. Зинний сезон, летний сезон, да. А где проще помещение бросать? Ну, это в основном прибавка идет на улице, но мне, допустим, больше нравится в зале почему-то толкать. Ну, так там же хорошо, ни ветра нет, ни вечера, ни какие-то время, одинаковые погодные условия. Да, всегда одинаковые. Ну, вот, а так вообще, в основном, все прибавки идут на улице. А еще вот такой интересный вопрос, может быть, он такой очень узкопрофессиональный. А вам же важно, какая должна быть земля, не земля, трава, не трава, доска, не доска, цементный? Они полные цементные? Ну, вот, сам сектор. Да. Ну, вот, то есть, бетон, цемент заливается, он должен быть твердым, да, но не скользкий, ничего, не резинка, не это. Это вот, который на улице, сектор. У нас в полшколе тоже, вот, у нас там пол разбирается, тоже сектор ставится. Круто, приспособлено, да. А где-то вот просто, ну, такие переносные сектора есть, они там из двух частей состоят, собираются. Там покрытие такое более, ну, не бетон, по-моему, это дело, потому что полегче, чтобы переносить было удобно. Там оно такое какое-то деревянное, но прорезиненное чуть, чтобы не так скользко было такое. Ну, все-таки лучше бетон, потому что более приближеное, да. Еще такой вопрос, Васильевич, вот вы проводите тренировку, мы уже поняли, что одно дело, ну, что там, метай, метай, символы, с утра до вечера. Что приходится делать спортсменам, которые готовятся вот к соревнованиям? Вот, грубо говоря, за неделю до соревнований какая идет подготовка, какие виды задействованы? Ну, до недели соревнований самый лучший, как бы, вариантик – сбавить нагрузки, сбавить нагрузки. Ну, хорошо, тогда за месяц, вот когда… За месяц, да. Глобально, вот самый загрузочный период, что нужно, бегать, подтягиваться, не знаю, какие… Ну, тут понятие, периоды разные бывают, распределяются на циклы. Я просто по-другому знаю. Интересно узнать, что приходится пройти с точки зрения подготовки спортсмену, чтобы выйти на этот цементный сектор и метнуть… Нужно сохранить силу, скорость и перевести все вот эти, как бы сказать, достигнутые силовые показатели скоростные в толканье ядра. Когда, как бы сказать, объем выполняется больше в подготовительный период, потом прессоревновательный, нужно, как бы сказать, сбавив объем тренировочной работы, удержать силу. Это там, допустим, силовыми упражнениями, которые достаточно трех раз там выполнять. И при этом, как бы сказать, организм не входит в такую зону, как бы сказать, перенапряжения, отдыхает. Это называется, ну, восстановление. И реализовывать там короткими, небольшими тренировками, там, ну, основной момент разминки. И, допустим, 15, 10-15 раз потолкать именно концентрированное толкание, чтобы прямо было настроено на результат. Потому что соревновательный, ну, отрабатывая соревновательную модель, потому что никто тебе на соревнованиях не даст толкать 50 попыток, пока у тебя хорошее не получится. А вот еще такой вопрос, Дмитрий. А бывало так, что на тренировке можно бросить дальше, чем на соревнованиях? Ну, в основном на тренировках дальше, чем на соревнованиях. Да? Ну, да, потому что на соревнованиях иногда так, адреналин хочется толкнуть, в основном дальше толкаешься на соревнованиях. А у кого-то наоборот, получается, как-то зажимаешься или там передавливаешь ядро тоже, не доталкиваешь там, сколько там, полметра там. А вот те спортсмены, вот мы говорим об Олимпийском резерве, понятно, что это название, но тем не менее всем спортсменам, которые сюда приходят, я задаю вопрос. Все-таки думает, Дмитрий, продолжать 16 лет, такой возраст, там дальше уже, как это, спортсмен становится уже совершеннолетним, или как-то, ну, уже взрослый, да, разряд. Планируете идти дальше, пробовать себя в этом виде спорта? Ну, да, я планирую пойти учиться на тренера тоже, также по лёгкой атлетике. Так. Ну, и выступать, сколько смогу. То есть сначала, как будет, а параллельно будете и выступать, и тренер. Выступать, и учиться, да. То есть играющий тренер сначала, а потом уже тренер. Это, мне кажется, тоже заслуга Василия Александровича, что, видите, передал уже желание быть тренером. Хороший тренер, да? Очень. Да, но я вижу, что хороший тренер. Что ведь всё-таки метание ядра, как и копья, что там у нас ещё метают, диск, да, это же молод, да, это же всё одни из самых первых, да, человеческих видов-то, которые в спорт превратились. Малуковый, да. Так что вы занимаетесь элитарным видом лёгкой атлетики, с чем я вас поздравляю, и мы желаем вам, чтобы вы вот те 8 метров нам, да, до мирового осталось, вот надо отработать. 8 метров, по большому счёту, это же немного. Ну так, если, да, вот. Осталось только ядро бросить. Вот, мы вам этого желаем вместе, вот в дуэте тренеру и спортсмену. А в гостях у нас сегодня были Дмитрий Рощин, кандидат в мастера спорта, ему 16 лет, легкоатлет, толкание ядра и тренер Василий Александрович Рвачёв, тренер высшей категории, мастер спорта. Все они работают в муниципальном учреждении, спортивная школа Олимпийского резерва, городской округ Выберцы. С победой вас, будущий! Ну, а мы прощаемся. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова